Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешным. Я пока указываю, что мы приступили к новой теме. Вот у меня ответы, вопросы. Их попросили озвучить. Это очень большой материал. 4 тысячи с лишним вопросов. Ну и как у нас это получится, пока мы не знаем. Молитесь, чтобы было как. Правильно. Первая папка. Бесы и волшебство называется. Поэтому первая будет идти на... А вторая будет Б. Библии. По алфавиту идет. Вопрос 469. Простите за вопрос. Но космонавты не подвержены ли действию бесов, если бесы в воздухе? Ответ. Ефесяне, в которых вы некогда жили, по обыщи мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа действующего ныне с инопротивлением. Нечистая сила находится ныне на земле, в водах, ниже земли и в воздухе. Откровение. Так это я отвечу дальше. Итак, веселитесь небеса и обитающие на них, горе живущим на земле и на море, потому что к вам сошел дьявол в сильной ярости, зная, что немного ему остается времени. В каких именно сферах, этажах могут находиться нечистые духи, Библию умалчивает. Это Леонид Андреев, это знал там Шрастры разные и прочее, но это бред. Но о том, что у падшего Херувима всегда была мечта быть на краю севера, об этом считаем так. Исайя, и говорил в сердце своем, зайду на небо, выше звезд божьих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонный богов на краю севера. Быть может, это озоновые дыры? Святые отцы говорят о том, что дух Христи, вошедший в Антихриста, будет возносить его в воздухе, как волхва Симона, жития апостола Петра. Есть свидетельства американских астронавтов, и даже советских, которые едва-едва рассекрещиваются, что они видели около иллюминатора проплывавшего ангела. Все явления... Кто он ангел такой? Сатана, может быть, явился. Все явления НЛО, летающих тарелок и кораблей, есть бесовская прелесть неверующих. Но среди космонавтов, как мне известно, не было ни одного православного. Американец Джеймс Ирвинг рассказывает о совершенном на Луне причастии. На Луне оставлена Библия. В воздухе летят самолеты, в которых находятся верующие. И многие из них освящены и могут быть безопасны, как колесница Ильи, возносившаяся на небеса. Дух гордыни и тщеславия не минует никого, тем более тех, у кого самая должность назначена для прославления их имени. Но в конечном счете все зависит от человека и его преданности Христу. Семенов Столбник 1 сентября едва не поплатился жизнью, когда космический корабль, в кавычках, подрулил к его столпу. И только сила крестного знамения спасла его, и воздушный князь не добился своего. Хотя он обещал даже Христу награду, если Христос попытается воспользоваться полетом в воздухе. Отчетай. И говорит ему, если ты сын Божий, бросься вниз, ибо написано ангелом своим заповедать о тебе, на руках он несут тебя, да не приткнешься о камень ногой твоею. Ну вот это вот мы просчитали, и теперь, да, да, дальше прибавляем, потому что это маленький такой ролик. Вот. Теперь следующее. Вопрос 470. Прочитала книгу священника Родиона «Люди и демоны» и стала бояться. Что делать? Ответ. Прошу записки писать подробнее и крупно, чтобы можно было прочитать, и мысль выражайте четко. Боятся чего? Темноты, греха или нечистой силы? Зная содержание этой книги, могу догадываться, что боитесь, как бы чего подобного не случилось с вами. А нужно бояться Бога, имеющего власть над нечистой силой, имеющего ключи ада и смерти. Считай. Матфея. И не бойтесь убивающих тело, души же немогущих убить, а бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить в гиене. Пословица говорит «Волков бояться в лес не ходит». Вся Библия наполнена призывами бояться Бога, то есть не огорчать его грехами. Второзакония. Господа Бога твоего, бойся, и ему одному служи, и к нему прилепи, стеклезиаст. Выслышаем сущность всего. Бойся Бога, и заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Первое Петро. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите откровение. И говорил он громким голосом, убойтесь Бога, и воздайте ему славу, ибо наступил час суда его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Ответ. Кто боится Бога, тот никого не боится. А кто Бога не боится, тот всего боится. Малярийного комара, тифозного, вошен, танцефалитного клеща и так далее. Тому подобное. Телевизионные люди очень мнительны. Поэтому в залах ожидания, в поликлиниках, убрали все брошюры, описывающие болезни. Люди считают, воображают, и уже на подходе заболевают. Научитесь не злиться, быть послушной, не обидчивой, и не мнительной. И более половины дверей, через которые входит нечистая сила в человеке, будут закрыты. Но это еще маленький, мы еще один вопрос их подхватим. Вот. Еще один вопрос. Вопрос 471. Учение о ясновидении и яснослышании помогает или в покаянии, и учит ли так, как кается? Православная церковь все это относит к чародейству. Нострадамус, Ванга и прочие ясновидящие это не проповедники Слова Божия. И деятельность их не в призыве к покаянию, но как раз напротив, увести людей от Бога. Человеческое воображение поражено различными предсказаниями. Но когда Господь, приобретая душу, дарует ей знания и пути, она не только сравнивает свою жизнь со священным писанием, но легко разгадывает замыслы врага, пытающиеся отвлечь людей от Христа. Деяние. Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход к господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Си, человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения!» Это надело много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа, повелеваю тебе выйти из нее!» И дух вышел в тот же час. Тогда господа, и видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и силой повлекли на площадь к начальникам, и приведя их к воеводам, сказали, «Си люди, будучи иудеями, возмущают наш город и проповедуют обычаи, которые нам, гримлянам, не следует ни принимать, ни исполнять!» Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками и, дав им много ударов, обвергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их. Получив такое приказание, он вернул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду. Святые отцы запрещают и пресекают всякую попытку проникновения в будущее. Царь Саул накануне сражения попытался узнать исход предстоящей битвы. Первое царство. «Так, как ты не послушал голоса Господня и не выполнил ярости гнева его на Амалика, то Господь и делает это над тобой ныне и предаст Господь Израиля вместе с тобой в руки филистимлян. Завтра ты и сыны твои будете со мною, и стан израильский предаст Господь в руки филистимлян». Он погубил себя и детей своих. Этих ясновидящих церковь извергает, как одержимых демонами, они, как правило, предсказывают о том, что знает дьявол. Это о гибели, о смерти. Вот. Я не знаю, добавить еще к этому ролик или не добавить? Еще к этому же. Ну, добавим, да? Вопрос 606. Да, когда-то у меня ушло. Ну, дальше. Второй том. Вы говорили как-то, что святые отцы не дают ответа на вопрос, откуда и для чего возникло зло. А в конце Библии дается ответ на этот вопрос. Зло существует для того, чтобы могли проявиться высшие добродетели. Без существования зла это было бы невозможно. Ну, да. Я отвечаю. Я говорил о первой части вопроса, а вторая действительно так используется Богом на полную мощность от святых его. Если не было бы ринга, место борьбы для Иова, то кто бы знал силу духа этого князя? И каждому Бог предоставляет возможность, когда бы он и где бы не родился. И сколь о многих подвижниках мы не считали бы, нам нужно каждый день начинать борьбу снова, используя свой опыт, свой навык. И у каждого это ввиду изменившейся ситуации всегда по-новому, с разным набором методов, с различным напряжением, подходом. И хотя грех монотонен, зло всегда нахально, и дьявол в нападках стандартен, но для нас имеет значение и время, и здоровье, и погода, и настроение, и тысячи других тонкостей, нюансов. Но устремленность к победе у всех начинается с нищеты духа. При самом тщательном подсчете, при вступлении в битву с голодом, с похотью, с самостью, мы не знаем, кого дьявол успеет нанять против нас. Когда запасные полки мышей красавиц, он напустит на нас в ночь перед битвой и сказочно перепортит всю нашу амуницию и военные карты. Даже ничего этого не знаем, мы уже многократно предупреждены Богом, что он сам придет и раскроет замысла противника. Еще не вступив в сражение, мы признаем свое поражение пока в личном плане, а потом и во вселенском. И вот почему мышей? Это надо знать просто литературу. Готовятся цари воевать, а другой там на славу мышей, это они тетиву, луку, все перегрызли, и дальше у них уже ничего и не получилось. Вот теперь мы должны смотреть, что нам говорит об этом Святая Библия. Откровение дано было ему вести войну со святыми и победить их, и дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Так, мы приучаемся петь песнь поражения с первого дня вступления в армию Христа. Отлухи, так и вы, когда исполните все повеленное вам, говорите, мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать. Вот это нужно говорить, такая песня. Тот, кто готов признать свою немощь, неспособность удержать оборону, не говоря уже о наступлении, имеет неложное обещание от Бога на развалинах собственного эгоизма, своего я, быть укрепленным Божьим обетованием. Это я отвечал студентам. И дальше. Слово 90-е. Возовет ко мне и услыша его. С ним я в скорби избавлю его и прославлю его. И этот гимн до начала сражения делает победительным в борьбе с могущественным сопротивником. Филиппийцам. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе быть. Это надо повторять чаще. Почему? Потому что Бог дал нам эту силу. Если мы это знаем, поем эту песню. Бытие 3.15. И вражду положу между тобою и между женою, и между семенем твоим и между семенем ее. Оно будет поражать тебя в голову, а ты будешь жалить его в пяту. Наш вождь при раздаче наград учитывает в совокупности все, что мы применили в борьбе во всем разнообразии и сочетания. Наше окружение, образование, возраст и рост. Если бы не было этой борьбы, не было бы награды. Но это не заслуга врага. Экклесиаст. Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надо нам будет предопрягать силы. Слава Иисусу Христу! Мудрость умеет это исправить. Я говорил, что неизвестно само происхождение зла, то есть причина того, почему блистающий херувим, обладающий великой властью, посягнул на большее, поднял мятеж против Бога. Дальше еще считай. Иезекииль, ты был помазанным херувимом, чтобы осенять, и я поставил тебя на то, чтобы ты был на святой горе Божьей, ходил среди огнистых камней, откровение, и произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон, и ангелы его воевали против них. Бог есть источник добра, дьявол источник зла, но когда еще не было в нем зла, и он не был лукавым искусителем, откуда к нему пришла эта мысль, какова ее причина? Мы не можем составлять теории, гипотезы. Иоанн Латауст во всей Библии находит только один стих, косвенно указывающий на это. Пере Тимофеем не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с дьяволом. Речь идет, что молодых раньше не настоящие священники. 30 лет нету и это не священник. Он должен быть извержен согласно канонам 6-й Севереновский собор и 14-й и 15-й правил. Ну, поэтому такое и творят они, потому что они незаконные. Писание говорит об этом. Вот оно где. А их ставят до 30 лет. А 30 лет-то в Израиле кто они такие были? Ну, вот пока на этом вопросе все. Это мы сюда 4 еще сделали.